Следующее, о чем мы поговорим, это создание доменов. Итак, мы помним, что домен — это некое подмножество, определенное на каком-либо типе данных, выраженное с помощью оператора проверки вхождения какого-либо элемента, соответствующего этого типа данных, в какой-то домен. По описанию мы видим, что при создании домена обязательно необходимо указать его название и тип данных, на котором этот домен определен. Дальше следует указать или не указывать, это необязательное указание, значение по умолчанию для элементов этого типа и ограничение. Так что же может принимать, какие же варианты могут быть указания значения по умолчанию? В первую очередь это литерал. Понятно, что литерал должен быть валидным в рамках выбранного типа данных. То есть это какая-то строковая константа, числовая и так далее. Это может быть какая-либо функция, которая может возвращать значение того типа данных, на котором определен домен, или неопределенное значение null. Вот. Один из примеров использования функций мы с вами посмотрим, но какие функции конкретно могут использоваться при определении доменов, опять же, это надо внимательно рассматривать применительно конкретной СУБД. Ну и какие-то ограничения, которые могут быть формированы в домене, это, собственно, та проверка, которая ограничивает множество значений выбранного типа данных и формирует из него некоторые домены, которые описываются в стандарте с помощью конструкции чек и некого условного выражения. Ну вот, мы можем посмотреть на пример, который приведен для СУБД PostgreSQL. Дело в том, что рассматривая нами в рамках курса СУБД MySQL отсутствует определение доменов. Такой конструкции в принципе не предусмотрено. Ну, дело в том, что это некий исторический, что ли, причина MySQL довольно долго развивалась как простая, но при этом условно быстрая СУБД для каких-то несложных задач. И расширенные конструкции и полная поддержка языка стандарта SQL до сих пор не внедрена, но, тем не менее, расширение этой поддержки велось, начиная, ну, только, наверное, с пятой версии. Вот. Ну, а домены, собственно, не определены до сих пор, поэтому пример мы приведем на другой СУБД для того, чтобы мы могли посмотреть, как же мы могли бы определить, например, для нашей базы данных онлайн-магазина, состояние заказа, которое было определено, если помните, нами как справочник, как внешний ключ, да, то есть ссылка на таблицу статус статус, точнее, извините. И использовался внешний ключ в таблице сейл, который указывал на некоторые значения из справочника. При этом альтернативной, альтернативой такому варианту является использование, например, домена. Плюс и минус мы проговаривали уже прямо в этом модуле, но, как вариант, мы посмотрим, как это можно было бы реализовать с помощью домена. Итак, мы видим, что у нас есть определение домена, k-domen, дальше его название, на каком типе данных определено, это varchar длиной 45, да. Значение по умолчанию у нас new и дальше идут проверки, точнее, всего две проверки. У нас есть первое, это на то, что значение будет выбрано в определенном, из определенного набора строк, да. Вот, собственно, мы видим здесь как раз то содержимое, которое у нас было в таблице сейл статус. И второе ограничение, которое говорит о том, что, собственно, значение данного поля, которое будет для типа данных, которого будет выбран этот домен, качество типа данных, не должно быть неопределенным. Собственно, всего две проверки. При этом первая из них является неименованной, а вторая, опять же, для примера является именованной.